Дело в том, что это реакция на новые реалии, а реалии заключаются в том, что гражданское общество, я в свое время уже говорил, на мой взгляд, оно проснулось в жаркое лето 2010 года, обратно в спячку не уйдет. И попытка властей вот так реагировать, то есть мы же видим звенья одной цепи, и закон о митингах, закон об НКО, закон о клевете, это все звенья одной цепи. Когда мы говорим и видим, как одновременно происходит и принятие закона о нарушении экономитинга, и принятие закона об НКО, и лишение депутатской неприкосновенности по политическим мотивам депутата Вессонова, то есть самое время вспомнить известную такую печальную шутку времен Советского Союза, когда о диссидентах говорили. В Советском Союзе есть три категории диссидентов – досиденты, сиденты и отсиденты. Вот, собственно говоря, казалось бы, мы все это забыли, это должно стать фольклором таким историческим. Похоже, мы идем именно к тому, что у нас появятся и первые, и вторые, и третьи диссиденты уже и появились. Вот это печально. Поэтому то, что мы наблюдаем, это реакция, на мой взгляд, абсолютно неадекватная. Если кто-то думает, что вот такими устрашающими мерами и прямыми репрессиями удастся сделать так, чтобы народу было не слышно, они очень глубоко заблуждаются. Помните, я привел известные слова о ритме истории. Вот сегодня ритм истории совпадает с теми, кто требует честности, прозрачности и правды от властей. А власть поступает по-иному. Если осенью, после того, как люди столкнутся уже с проявлениями и реализации 83-х федерального закона, и повышение тарифов, да, пока они не намного повысятся, но мы же с вами знаем, какой кумулятивный эффект потом мы получим в ценниках. Продуктов, питания и много-много другого. И я ожидаю, что возможен довольно мощный социальный протест. Уже совершенно другие люди будут протестовать. И вот если люди будут протестовать, не те самые рассерженные горожане, которых показатели хотят выпороть и дать им какие-то уголовные тюремные сроки заключения за якобы массовые беспорядки 6 мая. Давайте называть вещи своими нами. Я юрист. То, что происходило 6 мая, там были нарушения, там были действительно и нападения на полицейских, и люди должны ответить. Но есть четкое определение, что считать массовыми беспорядками. Так вот, массовых беспорядков в тот момент, конечно, никаких не было. Потому что там есть абсолютно четкие критерии. Ни один из этих критериев не проявился в действиях оппозиции 6 мая. Я не говорю, что нужно спокойно смотреть, как кто-то пытается избить полицейского, кто-то поднимает руку на полицейского. Эти люди должны быть наказаны. Но мы видим, что здесь тенденция совершенно другая. Тенденция запугать, тенденция показать, что на улицу выходить нельзя. И на это же работает и новый закон о митингах и многое-многое другое.